Только люди, имеющие проблемы со зрением, могут судить о том, насколько при этом страдает уровень жизни. Ведь даже небольшое отклонение от нормы не даёт нормальная работа, читать, ориентироваться в пространстве без специальных оптических приспособлений. Порой только оперативное вмешательство может вернуть человеку утраченное здоровье. А бывает, что делать операцию уже слишком поздно. Как раз о проблемах зрения, глазных болезнях, новейших технологиях, методах и приёмах сохранения здоровья глаз шла речь на медицинском лектории Брестской областной библиотеки имени Горького. С 2020 года на базе Брестской областной библиотеки имени Горького работает медицинский лекторий «Будьте здоровы». Лектория представляет собой серию встреч с профессионалами, специалистами по различным направлениям медицинской деятельности. И Брестская областная библиотека ставит своей целью, прежде всего, широкое информирование наших читателей, жителей города Бреста по актуальной медицинской проблематике. Ещё такая задача очень важная, как организация площадки для встреч со специалистами и, конечно же, активная популяризация медицинской литературы. Зачастую попасть на консультацию к офтальмологу-профессионалу, задать ему все интересующие вопросы бывают затруднительно. Но практикующий врач, лазерный хирург клиники «Новое зрение» Олег Бартасевич терпеливо и компетентно ответил на все вопросы. Собравшиеся узнали, например, что слойка сетчатки или катаракта успешно лечится хирургическим путём. Глазное напряжение при работе с гаджетами можно и нужно снизить. Также многих интересовали вопросы потери зрения у детей. Детям иногда очки выписывают в раннем детстве для постоянного ношения. Если этого не делать, это приводит к такому иногда необратимому снижению зрения, как амблиопия. Амблиопия, в свою очередь, и расстройство аномалии могут приводить к осоглазиям. Для того, чтобы сохранить здоровье в глаз, в первую очередь надо стараться не травмировать глаза, избегать воспалительных, загрязняющих моментов и агентов. Витамины внутрь поддерживают не только полностью состояние организма, но также улучшают ферментативную функцию головного мозга, сетчатки и уменьшают накопление молочной кислоты в области мягких тканей лица. Гимнастика для глаз уменьшает чувство усталости и надольше сохраняет зрительные способности глаз. Я работаю библиотекарем в Лицее железнодорожного транспорта. У нас учится там много детей, но и привели их сюда, на это медицинское занятие, чтобы они знали, как правильно сохранять здоровый свой организм, как ухаживать за глазами, потому что многие из них носят очки, некоторые носят контактные линзы. Проблема зрения актуальна в любом возрасте, и на сегодняшнем лектории присутствовали и подростки, и люди более старшего возраста. И каждый что-то мог для себя взять полезное, нужное. После общего собрания все желающие имели возможность получить индивидуальную консультацию специалиста, а также ознакомиться с выставкой медицинской литературы на тему здоровья глаз. Субтитры создавал DimaTorzok